Приветствую вас, Анна. Вот, вы знаете, есть у меня такие подозрения, что муж ваш ушел именно из-за некой такой постановки вопроса, которую вы выбираете. Дело в том, что вот у меня, например, после прочтения вашего текста, осталось такое чувство, что вы любите или склонны, или периодически, значит, вот, предпочитаете контролировать, направлять, вот, и, в общем-то, руководить. Вот, хотя, конечно, я могу здесь ошибаться. Этим вполне возможно своего мужа вы подавляете. Вы говорите, вы спрашиваете точнее, как решить проблему. Но для кого эта проблема, Анна? Для вас или для мужа? Если это проблема для мужа, для вашего мужа, пусть он сам обратится, например, на наш ресурс, да, то есть передайте через маму контакты, вот, ресурсы, да, и пусть он напишет сюда о своей проблеме, мы ему поможем. А ваша проблема в чем? Ну, наверное, в том, что от вас ушел муж. Хорошо. Но если это для вас проблема, то давайте разберем, в чем конкретно проблема. Ушел человек любимый, которого вы хотите делать счастливым, и который, как вы знаете, без вас счастливым не будет. Или ушел человек, от которого вам что-то нужно, через которого вы решаете свои задачи, свои какие-то, может быть, проблемы. Вот, удовлетворяйте свои желания, ну, помимо тех, что, м-м-м, обязаны удовлетворять подруги, да. То есть, и, хм-хм, делайте это явно так, что мужу вашему некомфортно от этого. Короче говоря, нужно анализировать ваше поведение здесь, оно. Потому что, вот, пока, исходя из того, что вы написали, ну, задается ощущение, что муж ушел, потому что ему тяжело, он недоволен. Доволен тем, как скларывает его личную жизнь с вами, ну, личная семейная жизнь, да, он недоволен этим, ему не нравится. И, соответственно, проблема решается только через выявление, в частности, может быть, выявление, значит, ну, выявление через вас, например. Да? Того, что именно вашему мужу не нравится. И, соответственно, корректирование вашего поведения в этих моментах, во всех моментах, которые ему не нравятся. Вот. Если они ему не нравятся. Понимаете? Вот это то, что реально можно сделать в этом случае. Только так может решиться проблема, о которой вы говорите. Только таким образом. То есть, понять, почему муж ушёл, да? Понять. Понять, из-за чего он ушёл, понять, что ему, ну, что ему не понравилось, что ему, что его не устраивает, что его не удовлетворяет. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, делать какие-то выводы. Причём выводы делать нужно будет вам. То есть, ну, как, эээ, как человеку, которого, эээ, в данном случае, вот, ээээ, что-то не устраивает. Эээ, если, если вы, эээ, понимаете, конечно, о чём, о чём, я, ну, о чём я говорю. Ну, вот. Эээ, это вот то, что можно вам ответить. На ваш, эээ, вопрос. Понимаете? Ну, для начала, для начала я бы рекомендовал всё-таки проанализировать, ээээ, что конкретно является для вас проблемой. То есть, прям вот определить, определить, что конкретно для вас проблема. То есть, тот, что муж ушёл, муж ушёл, это, конечно, да, это, конечно, проблема. Спору нет, что муж ушёл. Но, но, проблема не в том, что ушёл муж. Проблема, она, скорее всего, в чём-то другом, правильном, проблема, она заключается в чём-то более узком. по смыслу, по значению, по смыслу. Ну, вот. Поэтому давайте, попробуем, вот, эээ, конкретизировать, конкретизировать то, что с вами, ну, то, что происходит с вами, или то, что происходит между вами и вашим мужем, да, и так далее. Вот. Давайте попробуем это сделать. Разобраться в этой, в этих ситуациях. Вот. И, тогда я полагаю, полагаю, что, эээ, ситуация будет, ну, улучшаться. Понимаете? То есть, проблема решается путём разбора и анализа. Вот. Вот так решается проблема. Путём обращение к семейному психологу. Вот. Вот. Вот только так решается данная проблема. Ну, 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 на мой взгляд, как это вижу я. Вот. Потому что, вот здесь, да, вот именно здесь, эээ, и сейчас, эээ, ну, вашу проблему, эээ, разрешить, эээ, возможности не представлять. Потому что, как вам сказали, да, мои коллеги. Ага. Неизвестно. История отношений неизвестна. А, почему, например, у вас так быстро после брака родила дочь, да, все лишь прошло. Ну, вот вы пишете, что, может, вот в браке три года, да, ребёнку два и восемь. То есть, два года восемь месяцев, получается. По сути, в браке вы прожили четыре, эээ, четыре месяца. Слушайте, вот, получается, я не сразу собрались делать, получается, что вы, эээ, в брак вступили уже беременно. Получается. Получается. Может быть, в этом откроется проблема, что, именно в том, что ваш, эээ, брак ускорил, ускорила беременность. И, эээ, мужчина изначально чувствовал на себя, на себе, чувствовал на себе, эээ, некоторое давление, эээ, связанное с этим. Вот. То есть, тут вот, ээ, нужно разбираться. Нужно разбираться в характере ваших отношений. Далеко не все браки, эээ, к сожалению, вот, если, они заключаются, да, эээ, ну, по причине беременности, или беременность как-то, как-то влияет на этот процесс. Далеко не все браки, эээ, значит, удачные. И далеко не все браки гармоничные. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам, вот, обратить внимание на это. Может быть, именно в данном аспекте и есть, эээ, основная проблема. То есть, мужу, 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 вот, не устраивает, ну, не устраивает именно это. Знаете, какая история. Вот. Может быть, мужу, мужу именно это не нравится. Вот. Вот. Ну. То, что, вот, что-то в ваших отношениях, да, вызывает, вызывает у него, ну, какой-то дискомпорт. Вот, из-за этого, из-за того, что вы, вот, ээээ, эээ, так вот, эээээ, так вот, эээээ, поземили. Так что, я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос, ну как мне это видится, по крайней мере, да, то есть понятно, что нужно как-то вот исследовать, да, понятно, что нужно как-то изучать вашу историю вот. Понятно, что нужно более, значит, ну, более близко с ней знакомиться, да, более качественно, с вами, может быть даже, может быть даже с мужем, вот, ну, то есть, может быть даже с мужем имеет смысл познакомиться поближе, вот. То есть тут, конечно, вот это все нужно исследовать, обязательно. Что-то вот так вот, иначе по-другому вы не разрешите свою проблему, вот. Ну и, в принципе, я думаю, что вам можно задать еще один вопрос, да, вот, что вы готовы сделать для того, чтобы проблема ваша решилась. Вот. Готовы ли вы что-то сделать? Готовы ли вы что-то делать? Вот. На что вы готовы сделать? Вот. Вот это, мне кажется, то, что нужно выяснить в любом случае. Потому что, если вы, например, чего-то делать не готовы, да, ну, просто-просто, вот, не готовы и все, вот, то, вполне возможно, что и не стоит тогда что-либо делать. Потому что само по-моему, потому что вы не готовы. Вот. Вот. Если же вы действительно, допустим, понимаете, что какие-то вещи вы делали не совсем правильно, да, и что вам есть, что, ну, поменять, да, вам есть, что изменить, вот, в своих отношениях, то в этом случае я полагаю, что можно и нужно поработать. В этом случае я полагаю, что можно и нужно поработать. нам, вам, например, нам. Ну, говорить о нам, я не имею в виду обязательно сюда, да, я имею в виду, в Корее, вот, именно, а, коллег. Смотрите, вот, ну, нас и коллег, я имею в виду, вот. Так что, вот, на этом, на этом, принципе, все. Вот, я надеюсь, что, значит, вам понравился мой ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, вот, я буду рад вам ответить, рад, буду рад вам ответить, рад помочь. Вот, а, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша проблема разрешится.